Маленькая Маргарита вместе с мамой последние три дня провела в стационаре седьмой детской горбольницы. В выходные у девочки поднялась температура и начался кашель. Лечить ее дома не стали. Врачи настояли на госпитализации. Надеюсь, что сегодня-завтра выписывают. Поедем домой. Поедем домой? Да. А вот двухлетний Демьян уже идет на поправку. Мальчик проболел больше недели, но благодаря своевременному вмешательству врачей его быстро поставили на ноги. Спасибо. Уголяться, упольщикам. Конечно, мы боимся. Не очень это любим, но помогает. Только за последние сутки в больницу поступили 10 детей с вирусными инфекциями. А за то время, пока там находилась наша съемочная группа, привезли еще пятерых. Не меньше ажиотаж и поликлиники, куда ежедневно обращаются до 300 человек. Хочется обратить внимание на то, чтобы детей вакцинировали. Вакцинировали от гриппа. Поскольку от всех обращаемых пациентов 60% это непривитые дети. Поэтому прививаться нужно, вакцинировать детей необходимо. Это является основной специфической профилактикой ОРВИ и гриппа. Всего по Татарстану зафиксировано почти 26 тысяч заболеваний гриппом и ОРВИ. В Казани эпидпорог превышен в два раза. Поэтому главный санитарный врач сегодня объявил о введении ограничительных мер. В больницах запретят посещение пациентов. В учебных заведениях возможна отмена занятий. Уководителям образовательных учреждений мы рекомендуем все-таки свой рабочий день и начинать с оценки ситуации по школе. То есть посмотреть, каков процент отсутствующих детей. И при проценте 20 и более отсутствующих детей все-таки своевременно приостанавливать учебный процесс либо в одном отдельно взятом классе, либо во всей школе на 7 дней. А ничего в этом такого страшного нет. Это очень хорошая и эффективная мера. Как отмечают врачи, если вы своевременно не сделали прививку от гриппа, то вакцинироваться сейчас уже бесполезно. Этим вы можете себе только навредить. Поэтому, чтобы не заболеть, лучше всего использовать профилактические средства. Например, использовать респираторную маску. Врачи призывают использовать ее и дома, и в общественном транспорте, и в торговых центрах. Ведь грипп передается воздушно-капельным путем. И таким способом вы можете обезопасить себя от контактов с заболевшими людьми. Андрей Шульга, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.